Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам ФМ, сухой остаток, пятница на дворе, более того, 27-е, не 13-е, но 27-е, потому что потом еще 30-е, 31-е, в общем, все дело, несмотря на погоду странную за окном, все дело сводится к ожиданию, близкому ожиданию новогоднего праздника. И тем не менее, все-таки рабочий день сегодня, мы не будем отступать от традиций, и, как всегда, в пятницу мы подводим финансовые итоги недели. Но я думаю, итогами недели мы сегодня ограничимся, подведем уже, наверное, итоги года в какой-то степени, поговорим о следующем. Итак, 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 значит, давайте, представляю я гостей, прежде всего, это сегодня в студии Владислав Митнев, портфельный управляющий, концерн General Invest, добрый день, Владислав. Добрый день. И в студии Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank. Алексей, день добрый. Добрый день. Традиционно также телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании finam.fm. Это для вас, уважаемые слушатели, можете к нам присоединиться, позвонив, написав, задать свой вопрос, поделиться собственными мнениями по поводу ИБЕС, поздравить с наступающим. Какие варианты еще? Ладно, придумаем по ходу дела. Да, у нас целый час впереди, есть время. А можно будет ругать американского президента, как в анекдоте. Выйти на Красную площадь, и у нас тоже можно ругать американского президента. Ну, это нормально, главное. Американского можно. В онлайне. Так, ну и давайте еще одна традиция, не будем ее тоже сегодня игнорировать. Значит, картина масла. 1507 в Москве. Что к этому времени произошло на финансовых рынках, давайте посмотрим. Ну что ж, вчерашнее закрытие, да, вновь аплодисменты. Аплодисменты, аплодисменты, браво, БИС. Вырос рынок американский. По традиции, Dow Jones плюс 0,7%, S&P плюс 0,5%, 1842 на закрытии. NASDAQ 0,2% в плюсе. Дальше Nikkei 225, 0,02%, ну практически в нулях. И почти полтора Shanghai Composite. Европу сегодня также прибавляет. Кстати, если валютный рынок, ну сейчас я об этом скажу, валютный рынок вас интересует, то сегодня просто какой-то действительно, да, в евро-долларе, по крайней мере, предновогодний ралли. И тем не менее, значит, FTSE 100 у нас сегодня тоже в плюсе на 0,6%. Индикаторы российского рынка скромны, скромны. Один десятый, одна десятая в плюсе РТС, 1450 в моменте, и чуть хуже. И, в принципе, уже ниже ватерлинии, на одну сотую в минусе. ММВБ, индекс ММВБ, 1501 пункт. Далее смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent 11180, LightSuite 99 с полтиной. Золото отскакивает от 1200 уровня, 1211 долларов стоит тройская унция. Ну и тот самый валютный рынок Форекс, сегодня еще раз повторю, о, то евро-доллар уже 38.15, 38.15. Что с доллар и иена тоже продолжает расти, но, в общем, все, все по-прежнему. Котировки акций, котировки голубых фишек разнонаправлены, что можно выделить? Смотрим. Больше процента растет сегодня Уралкалий, полпроцента НЛМК, Норникель и... И, 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 и. И все. А, и АвтоВАЗ еще на полпроцента. Аэрофлот устал расти, как где-то я прочитал. Устал он расти. Устал. Устал летать устал. Вот. И сегодня в легком минусе на 0,04%. Также снижается на полпроцента акции «Газпрома», «МТС», «Обычка» и, 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 и три десятые в минусе «Сбербанк». Так, ну что ж, вот такова картина масла. Собственно, жизнь продолжается. К сожалению, в основном она продолжается где-то за пределами Российской Федерации. Ну, я имею в виду фондовый рынок прежде всего. Но куда деваться? Так уж. Так уж все сложилось. Значит, начнем все-таки, Леш, если не возражаешь с подведения финансов этого недели, хотя я просто понимаю, что, наверное, большая часть недели в связи с католическим Рождеством была вялотекущей. Наверное, еще на прошлую неделю. Давай, давай с прошлой недели. Хорошо. Вот. Начнем, наверное, с выступления нашего уважаемого господина президента и с той сенсационной новости, которую он объявил о помиловании господина Ходорковского и, возможно, он уже отбыл за рубеж благополучно. Каким-то драйвером не стало для нашего рынка, да, хотя в моменте был какой-то рывочек такой. Тем не менее, дальше по технике все устаканилось. Норильский никель нашел свое сопротивление в диапазоне 5400-5400-25, хотя ожидали, конечно, штурмы отметки 5500. Как-то Сбербанк вялотекущий, Газпром вот сейчас в моменте вообще снижается, то есть 140-вую отметку назад отдает, хотя были там 142-е сделки. То есть как-то так вот не получается. Ну, что здесь можно отметить? На самом деле, вот если брать текущую неделю, вчера был последний день, когда с расчетами Т плюс 2 вы можете получить, продав, можете получить деньги 30-го числа для того, чтобы как-то уже их использовать в этом году, да, в последний день текущего года. Поэтому, на самом деле, вот, например, движение в Газпроме, то, что сейчас снижение, это интересно, то есть как бы это люди, что это такое? То есть это не есть, наверное, какие-то, может быть, реальные продажи, может быть, уже какая-то игра, может быть, кто-то ставит уже на коррекцию в новом году, а не гэп вверх. И, в принципе, в принципе, на прошедшей неделе, вот, на текущей неделе лучше других, опять же, чувствовали себя и чувствуют сейчас в моменте бумаги с какими-то более-менее понятными идеями, дивидендами, либо какими-то корпоративными. Норильский никель, да, прошло собрание акционеров, утвердили промежуточные дивиденды, 220 рублей 70 копеек на акцию, все идет по плану, идет потихоньку продажа непрофильных активов. Поэтому бумага фактически сейчас консолидируется на высоком уровне, значит, опять же, с целью на следующий год при благоприятном внешнем фоне преодоление, штурм 5500, преодоление дальше 5800 и 6000 технические уровни. С точки зрения Сбербанка, ну, тоже, в принципе, неплохо оттолкнулся от отметки 98, да, как бы, какие-то флуктуации вокруг 102 рубля, вот, я слышал такие фразы, что Сбербанк как-то слабо себя чувствует. Да нет, ничего подобного, просто никакой слабости тут нет, просто вот те фокусы, которые я не могу по-другому назвать, которые мы наблюдали с бумагой буквально месяц-полтора назад, когда каким-то чудесным образом были какие-то выносы такие резкие, вот я думаю, что вот это было аномально. То, что сейчас происходит, да, такой тягомотный, вялотекущий рост, здесь цели предыдущие максимумы, диапазон 105-106, и при преодолении, опять же, тоже максимумы, о которых, наверное, может быть, уже мы стали забывать, там, диапазон 108-110, и самые низкие таргет прайсы по бумаге как раз где-то между, там, 112-115, хотя в среднем по рынку выше 120. Вот, все это, судя по той динамике, которая наблюдается сейчас, это все уже мы говорим с прицелом на следующий год, на январь, там, то есть если будет благоприятный внешний фон, если ничего нам не подбросит Америка, пока там все хорошо, утвердили, подписали, президент успел подписать закон о бюджете, и ближайшая неприятность, которая нас ждет в Америке, это либо техническая коррекция по какой-либо причине, либо очередной раунд дебатов по поводу потолка госдолга, который нужно уже посмотреть, когда он там будет весной, может быть, уже в марте получается. Вот, а у нас пока ничего интересного, то есть, еще раз повторюсь, вчера был последний день продаж, когда можно было бы получить деньги 30-го числа, да, по идее, можно было бы уповать на то, что сегодня, либо в последний торговый день 30-го декабря, игроки могут попробовать нарисовать переоценку вверх по позициям, но, в принципе, такой шанс у них еще есть. А с учетом того, что денег мало, межбанк дорогой, и вот обострение межбанковской ситуации в связи с отзывом лицензии, да, я бы на месте как бы зарисовщиков, как раз сделал бы это 30-го числа в конце. Но по отдельным позициям, например, вот Распадская, потом Северстоляфта, там были рывки, были рывки достаточно интересные, просто от минимальных цен бумаги начинают отжиматься, вот. А так, да, вот покупка в Сургутнефтегазе, покупка в Нурникеле, определенная покупка в Лукоиле, то есть там, где есть какие-то идеи определенные, где дивиденды, где размещение, возможно, и так далее, народ потихонечку собирает. Леш, простите, заслушались мы тебя, Владислав, извини, пожалуйста, тебе времени не останется, ну, мы в том плане, что сейчас мы уйдем на новости, а потом тогда уже начнем. Единственное, смотри, 30 секунд есть, Леш, как работаем мы, активно работаем в следующем году? 6-го и 8-го числа биржа назначила торговыми днями. Ну, это неактивно, я так понимаю. Поживем-увидим, с учетом расчетов Т-плюс-2, можем уже вполне набрать позицию, устроить какое-то ролирование, если спекулянты заходят. Уже 6-го числа? Да, без проблем. То есть денег меньше нужно формально для этого. Для депонирования средств меньше нужно. А так, в принципе, уже нормальный рабочий день начинается? Нет, ну, в Лондоне, опять же, как я понимаю, всегда в Лондоне АДР начнут торговаться раньше, и дай бог, чтобы они уже не успели упасть к 6-му числу, как это часто бывает. Я понял. Хорошо, хорошо, спасибо огромное, значит, сейчас прервемся, послушаем новости и потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. Владислав Митнев, портфельный управляющий концентр «Женерал Инвест» и Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг, Life Capital Pro Business Bank. Мы подводим финансовые итоги недели. Телефон студии 6510-996, код города 495, сайт компании «Финам.ФМ». Ну что ж, Владислав, тебе слово, потому что Леша узурпировал всю первую часть. Вот знаете, ну, прошедшая неделя, завершающаяся неделя, прежде всего, запомнилась мне фактически 10-процентным ростом по акциям Яндекса. Он говорит там, что бумага остается в фокусе крупных инвесторов, и, соответственно, даже несмотря на тот феноменальный рост, который Яндекс показал с начала 2013 года, у компании есть очень хороший потенциал, и взгляд на перспективы Яндекса в 2014 году остается позитивным. Но в целом достаточно интересно то, что вот на этой неделе продолжился рост по американскому рынку на фоне очень хорошей статистики, макро-статистики по США. Но здесь стоит обратить внимание на европейский индекс, и рост 3-5%, это говорит о том, что вот все-таки инвесторы сейчас более комфортно готовы покупать европейский рынок в ситуации, где Америка с начала года фактически показала рост на 30%. И, в принципе, вот этот бэкграунд, вот этот внешний фон, он для России остается позитивным. Мы никакого не видим роста по индексу, мы не видим какого-то существенного роста по голубым фишкам, но в отдельных историях рост продолжается, и есть истории, которые за неделю показали рост и 3-5%, поэтому... Владислав, подожди, вот Алексей тоже этот термин употребил, я тебя тоже сейчас услышу. Не индекс, а отдельные бумаги. Подожди, для России благоприятный внешний фон, мы надеемся на него на следующий год, и сейчас, в принципе, можно говорить, что он... А в чем его благоприятность-то, если мы не растем? Достаточно высокие цены на сырье, продолжается, так сказать, во всем мире спрос на рискованные активы, то есть мы говорим о рынке акций, но в меньшей степени, наверное, правильных облигаций, да, там достаточно перегрели. То есть, да, и вот у нас в этих рискованных активах наших замечательных есть бумаги, которые, так сказать, генерят прибыль, выплачивают дивиденды, у них есть потенциал, есть обсайды, может быть, какие-то деньги к нам сюда залетят, может быть, какие-то внутренние деньги будут опять, так сказать, изыщут такую же волшебную возможность, как в сентябре месяце, когда там саммит 20-ки был перед Олимпиадой, и немножечко капитализацию наших интересных имитентов увеличат. И изыщут резервы, да? Ну да, как бы так. Ну да, опять благоприятный внешний фонд для российского рынка, но тем не менее иностранец не идет сюда. Да и офшеризация, да и офшеризация, как сегодня мне понравился, один из аналитиков сказал, да, офшеризация приводит к тому, что вот эти вбросы такие, впрыски денег, и действительно, потому что по статистике тогда, когда вот был вот этот сентябрьский рост неожиданно начался, там в ТАИ говорят, что для кого-то ожиданно, ну не знаю, рынок стоял абсолютно в боковом движении и пошел, явно какие-то деньги были вброшены. Потом уже по статистике, да, какие-то инвесторы, которые, видимо, были там в МТС, в каких-то других бумагах, и западные, кстати, говорят, что западные, но кто-то их фронт ранил, да, поэтому я думаю, что без тех денег, которые наших, российских, которые зашли назад из-за рубежа, не обошлось, мне кажется. Вот-вот, я хотел уточнить, смотри, разговор о де-офшеризации, он влияет на российский рынок позитивно, ну, предположим, позитивно, именно с точки зрения имиджа, то есть это такая, как бы, психологически, да, хорошая новость, или деньги, которые выводят народ из офшоров? На самом деле, если говорить серьезно, да, вот Влад даже, наверное, лучше меня знает, он просто непосредственно общался с западными инвесторами, можно сказать, что западные инвесторы всегда хотят, чтобы бенефицары были раскрыты, да, чтобы они знали, кто является бенефициаром компании, когда бенефициаром компании, которая работает, в данном случае, в России, да, является западный офшор, ну, это, как бы, не совсем приятно. Поэтому здесь, да, конечно, эффект должен быть позитивным. С точки зрения денег здесь даже не де-офшоризация, а скорее более ранние запреты, то, о чем говорил и президент, чтобы для чиновников запрет на западные активы, и даже была, по-моему, такая фраза уже год, что ли, назад, когда господин президент сказал, что денежки давайте назад сюда, в Россию. Я думаю, как раз может быть вот это вот это. Владислав. Ну, вы знаете, де-офшоризация, это на текущем этапе-то пока имиджевый такой драйвер. Все же, да? Да, он должен все-таки трансформироваться в снижение уровней суммы оттока капитала из России для того, чтобы стать каким-то фундаментальным драйвером для рынка. Поэтому пока это имиджевый составляющий. То есть пока это слова? Пока это намерение. И намерение, слова, и надежды. Во-во-во, надежды. К сожалению, когда очень часто, очень часто, не хочется сказать всегда и исключительно, но очень часто они так надеждами остаются. Ну, хотелось бы, чтобы офшоры остались, наверное, исключительно в тех элементах финансовых схем, где реально без них не обойтись. То есть не просто, так сказать, основными бенефициарами. Да, где-то, возможно, для каких-то там операций, там, где реально это может быть приводить. Выгодно. Да, но не то, что являться основными бенефициарами. Иначе, как бы, достаточно все-таки тяжело. Это будет привлечь сверхбольшие капиталы сюда, кроме спекулятивных, которые прибежали, потом полгода убежали. Если посмотреть на американские акции, скажем, тоже компания Apple, достаточно большая часть денежных средств хранится за пределами Америки. Это никогда не было проблемой. Я думаю, офшоризация и перевод прав собственности на российские юридические лица здесь очень важен в таких ситуациях, которые мы, скажем, увидели в ТНК-БП, и когда была сделка с Роснефтью, по сути дела, акционеры ТНК-БП, продавая свою компанию Роснефтью, решили не выплачивать последний дивиденд, не распределять денежные средства среди акционеров, а просто в офшоре продали право собственности на этот актив. В результате акционеры ключевые получили деньги за тот же кэш, который находился на балансе, а ментарные акционеры, которые были в дочке, они не получили из-за налоговых вещей. — Хорошо. Значит, вернем все же к термину «благоприятный внешний фон». Ну, хотелось бы, конечно, чтобы он более активно, этот фон влиял на российский рынок, но вернем сейчас с какой точки зрения. Владислав, что в следующем году, на что мы делаем акценты, чтобы этот благоприятный внешний фон, собственно, появился или продолжал существовать? Вот какие основные события, на твой взгляд? — Если говорить о начале года, я думаю, что необходимо сконцентрироваться на защитных портфелях, на дивидендных акциях, которые покажут на горизонте 4-6 месяцев дивидендную доходность на уровне 5-7%. Но если в целом говорить о 2014 году, ключевую часть портфеля должны составлять акции компаний, которые показывают рост на уровне выручки 20-25%. В России — это развивающийся рынок, в него есть смысл инвестировать только в случае, если темпы роста компаний превышают, темпы роста зарубежных аналогов. И, по сути дела, истории роста — это ключевая инвестиционная идея и на 2014 год, как же, и то же самое фактически было в 2013. Рост произошел по тем компаниям, которые были лидерами по росту финансовых показателей. Это Яндекс, Магнит, Котойл, Рейжи, Дриллинг — это компании, которые показали феноменальный рост как с точки зрения цен на акции, так и с точки зрения выручки. А, кстати, есть логика в том, что феноменальный рост показали компании узких сегментов, специфических сегментов. Ну, это розница прежде всего, потребительский сектор, ну и так далее. Компании, относящиеся к высоким технологиям. А наши столпы — нефтянка, металлурги? Логика есть в том плане, что не было притока, а был даже отток, наоборот, из фондов инвестирующих. Поэтому не было денег для того, чтобы размазать на индексные активы, которые в индексе как раз больше 10% вес которых составляет бумаги, о которых говорилось. Там гораздо меньше нужен ручеек для того, чтобы поднять их в капитализацию. И, соответственно, там какой-либо более существенный спрос, он сразу приводит к росту котировок. Поэтому это логично, это логично. Ну, будем надеяться, что может в следующем году немножко ситуация изменится. С точки зрения внешнего фона, значит, еще раз повторюсь, в Штатах проблема, значит, бюджет подписан. Осталась проблема госдолга, которая весной, может быть, до конца первого квартала, она будет снова дебатироваться. С точки зрения сокращения программы количественного смягчения, значит, то, как это заявлено сейчас, достаточно осторожно. Это будет происходить, по всей видимости. Более того, была сделана оговорка такая еще господин Бернанки, вот когда выступал в последнем выступлении, сделал оговорку, что сокращение может быть и приостановлено, если показатели по каким-либо причинам не будут удовлетворять ФРС. То есть, по-моему, это весьма комфортная ситуация для того, чтобы фондовые активы Штатов продолжали расти. И технические цели по индексам там следующие находятся на, в общем-то, где-то от 3 до 5 процентов и S&P, и по Dow Jones. Поэтому вполне может рост продолжиться и в первом квартале. Совершенно не обязательно, что коррекции там сразу начнутся. То есть, в принципе, вот медведи и на российском рынке рассчитывали на то, что, да, сейчас, допустим, декабрь в Америке завершится хорошо, но уж потом-то, но уж потом-то, вот не факт, на самом деле. Пока не факт, да, здесь не нужно, наверное, пытаться бежать впереди паровоза, хотя хотелось бы, конечно, наверное, заработать на даунтренде, но там ситуация может продолжаться. Поэтому достаточно благоприятный внешний фон. То, о чем Влад сказал, то есть уже в Европу стали деньги переползать, да, в Европе. В Европе индексы роллируют. И вот роллирование в США и Штатах приводит к тому, что индексы перегреваются, и хоть какие-то деньги должны их к нам забросить. Но в конце концов, действительно, Влад говорил, дивидендные доходности от 5 до 7, там реально в некоторых бумагах, там сейчас и от 5 до 10, да, можно и 10 найти, и 9 с половиной. То есть это достаточно привлекательно для того, чтобы какие-то деньги сюда инвестируют. Хорошо, давайте еще раз подъемимся, новости послушаем, потом продолжим. Итак, продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Подводим финансы итоги недели сегодня в студии Владислав Митнев, портфельный управляющий концерн «Дженерал Инвест» и Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг «Лайв Капитал Про Бизнес Банк». Телефон в студии 651099,6, код города 495, сайт компании «Финам.ФМ». Я смотрю сейчас на евро-доллар, что с ним происходит сегодня, я не понимаю. Сегодня открылись, кстати, да, мы ниже 37-й фигур, сейчас 3825. Это, наверное, от того, что ставка в США будет, как они говорят, на низких... Да, оставаться на низких уровнях неограничено долгое время. Понятно. А что, ЕЦБ прям завтра начнет поднимать уже? Не знаю. Я считаю, что евро, как валюта, переоценена. Это мое личное мнение, поэтому... И сегодня на чем они растут? После праздников, что ли, соскучились? Да, да, наверное. Все хорошо. Все хорошо. Прекрасная маркиза. Хорошо, ладно, давайте о хорошем поговорим. Ну, его не так много, слава богу, оно и есть. Значит, возвращаемся мы к ожиданиям следующего года. События основные, фундаментальные, ну, начально, первой половины года, да, по крайней мере, мы озвучили. Ну, и феноменальный рост американских индексов и, в принципе, да, американского фондового рынка. Тоже, наверное, чем-то объясним. Ну, и далее, Владислав, о перспективах этого самого роста. Ну, вы знаете, после 30-процентного роста по американским фондовым индексам достаточно сложно говорить о том, что рост продолжится. Но если просто взглянуть на цифры, текущий показатель P&I, это цена к чистой прибыли компании, которые входят в индекс S&P, сейчас находится на уровне 16-17. То есть о перекупленности американского рынка можно было бы говорить, если бы P&I, индекс S&P, было бы где-то в районе 20-22. Поэтому для того, чтобы говорить о серьезных возможностях коррекции по Америке, мы должны с текущих уровней где-то вырасти процентов на 10-15. То есть по индексу S&P это точно уровень выше 2000. И я думаю, что коррекция должна начинаться именно с этого уровня. Фундаментально американский рынок выглядит очень сильным из точки зрения темпов роста чистой прибыли, из точки зрения мультипликаторов. А в текущие мультипликаторы их абсолютно нельзя назвать завышенными. То есть разговоры о пузыре на американском преждевременно. Я думаю, что пузырь надувается, надувается успешно, пока с лесенки никто там не упал, тот, кто сверху завязывает веревочку. Я думаю, что техническое сопротивление есть ближе, нежели рост по индексам плюс 15%. Я так думаю, где-то от текущих уровней S&P до где-то в районе плюс 5-7% следующее серьезное сопротивление находится. Поэтому посмотрим, если сумеют американские индексы за ближайшие полтора-два месяца добавить еще 5-7%, там могут быть уже попытки какой-то коррекции. Там уже, как называется, будем посмотреть. Для нас, для нашего рынка на следующий год, я согласен, пока у нас есть более-менее понятная дивидендная идея. То есть уже практически за 9 месяцев многие компании отчитались, аналитики уже прибыли, экстраполировали, по сургут нефтегазу, по татнефти и так далее, и так далее, уже примерно можно прикинуть, какие дивиденды. Поэтому, наверное, нужно придерживаться более консервативной стратегии на, скажем так, первый квартал, посмотреть, где-то, может быть, не ходить через реестр, если будет какой-то ажиотаж продать заранее, даже не получать дивиденды. Потом, так сказать, на традиционной какой-то коррекции вот уже смотреть. Если и после лета мировые рынки захотят еще повыше пойти, тогда, наверное, нужно будет посмотреть уже на те компании, где капитализация серьезно упала за последние 2-2,5 года. Здесь всплывает вот наша металлургия замечательная, здесь может и энергетика наша шикарная начать как-то подтягиваться. А там просто настолько капитализация сложилась, там, в 2, в 3, в 4 раза, что там рост там 15-20 процентов, там, за месяц, за полтора, это просто чисто техническое будет движение. Но к этим отраслям надо присматриваться тогда, когда мы получим какие-либо сигналы, например, на то, что ускоряется рост российской экономики. И сигналы, по идее, мы можем получить не ранее, наверное, конца первого квартала, да, то есть когда будут какие-то результаты уже деятельности компании и страны в целом за 2014 год. За 13-й? Нет, за 14-й, я уже сейчас в 14-м году, мы уже сейчас как бы тактику на 14-й год смотрим. Тогда, может быть, а пока вот в первом квартале следующего года, конечно, спекулянты могут не соглашаться, но и ради бога, у них там есть краткосрочные сигналы, пусть, соответственно, по ним играет. Но для среднесрочных инвесторов, для более консервативных, для тех, кто инвестирует серьезные суммы, да, и кто хочет получить доходность на всю свою сумму, равную без какого-либо, здесь, конечно, сейчас не нужно забывать, потому что до закрытия реестров у нас остается где-то там от 3 до 4 месяцев, да, и эти дивидендные доходности там от 5 до 9 процентов пока никто не отменял. Значит, просто еще раз попробуем напомнить радиослушателям, о чем идет речь. Значит, вот, например, Роснефть с учетом обещания менеджмента в районе 5 процентов, дивидендная доходность вырисовывается, ну, по текущим ценам там плюс-минус, может быть, чуть меньше. Значит, Сургут, Нефтегаз, несмотря на рост котировок, исходя из гипотезы 2,20 на акцию, пока что такой более скромный, есть и 2,50, но пока 2,20, значит, вырисовывается дивидендная доходность где-то в районе 8,5, примерно так вот, она может снижаться. Соответственно, что у нас где-то Татнефть там от 6 до 7 привилегированная. Газпром под вопросом, попытается, наверное, сделать выше 5 процентов. Газпром нефть очень хорошо, в том году была, по-моему, то ли 7, то ли 8, и в этом году тоже было очень интересно, бумага не очень ликвидная, за ней внимательно следим. Так, что еще? Сбербанк привилегированный, ожидается 3,90-4 рубля на акцию, то есть это почти 5 процентов, но просто тоже не очень ликвидная бумага, то есть видим, что по ряду ликвидных, ну, Лукойл традиционно там он будет размазывать, как бы, там по 2,5 процента промежуточного, там, может быть, по 3, чуть больше. Вот, то есть это из ликвидных бумаг. Неликвидные не трогаем, там, конечно, могут и больше выплатить, то есть все эти идеи пока есть, да, реестр не закрытая, и на них мы ориентируемся в течение первых там 3-4 месяцев. То есть мы не берем сейчас там спекулятивную игру, там, на фьючерсах и так далее, все вот эти вот стратегии. А дальше надо уже смотреть после традиционной летней коррекции. Понятно, понятно. То есть вот такие цифры, да, по эмитентам есть. Леша, спасибо. Владислав, что касается, действительно, аутсайдеров, ну, этого года, по крайней мере, электроэнергетика, металлурги, как ты на них смотришь в следующем году? Европа растет, да, Китай, вроде бы, чувствует себя неплохо. Можно они поддержать в конечном итоге, ну, тех металлургов? Ну, знаете, ну, что касается металлургии, у нас негативный взгляд. Мы ожидаем то, что в капиталоверных отраслях инвестиционная активность будет ставаться слабой, поэтому какого-то серьезного всплеска спроса на сталь внутри России в 2014 году экономика не сможет зафиксировать. Поэтому рассчитывать на какие-то фундаментальные драйверы роста, на какой-то интерес со стороны западных инвесторов к российским сталитейным компаниям я бы не стал. Что касается электроэнергетики, ну, здесь традиционно мне этот сектор не нравится. После того, что в нем произошло, я считаю, что о нем западные инвесторы уже забыли нам много лет. Поэтому пытаться найти какие-то истории в этих бумагах достаточно рискованное занятие, хотя мы отдаем себе отчет, что если рост по ним будет происходить, он будет происходить достаточно в таких крупных масштабах. Но, опять же, понимаете, это всегда вопрос альтернатив. Вы можете купить гораздо более качественный рост, такого же масштаба, который для вас будет гораздо более логичным. Опять же, мы возвращаемся к Яндексу, который плюс 100%. Это качественный рост, это 40% рост выручки, это вполне умельные мультипликаторы. Это не единственная компания, где вы можете увидеть рост 20-25% по стоимости акций, имея хорошую фундаментальную поддержку. В следующем году это и ЛСР, в том числе Аэрофлот, который растет по выручке на 20%. Поэтому очень важно покупать качественный рост, который подтвержден фундаментальными драйверами в каждом конкретном секторе. Ни в металлургии, ни в электроэнергетике этих драйверов нет. То есть можно говорить, опять-таки, в отношении этих точечных примеров, что все-таки фундаментальный анализ работает? Ну, конечно, работает. А что, как он может? Какие сомнения? Понимаете, это вопрос, что такое Россия? Россия — это развивающийся рынок. В него есть смысл инвестировать только, когда вы можете инвестировать в высокие темпы роста. Почему Россия была интересна с 2000 по 2008? Потому что темпы роста экономики российские были существенно выше темпов роста американской экономики. Сейчас ситуация наоборот. Америка растет на 3,5-4%, Россия растет на 1,5-2%. И вот в этой ситуации для западных инвесторов Россия — это рынок, который просто неинтересен, за исключением отдельных историй. И вот эти отдельные истории, они показывают очень неплохие результаты. Поэтому традиционная инвестиционная идея, что российские акции дешевые, их надо покупать, — это не фундаментальный анализ, это сравнение. Фундаментальный анализ — это темпы роста. В фундаментальном анализе есть же такой раздел, как сравнительный анализ. Это тоже фундаментальный анализ по сравнительным коэффициентам. Ты, да, как Сентя говорил, мы берем большую часть или большую часть. Дело в том, что если вы смотрите на сегмент «Лачкэп», например, смотрите на нефтяные компании, вы можете на западных рынках найти более дешевые компании, те же самые нефтяные. Если вы смотрите на «Эксон Мобил», показатель «Эвиду и Беда» на уровне 5 — это дешевле, чем ряд российских компаний. Поэтому недооценка российских акций относительно зарубежных аналогов — это не повод для покупки. Повод для покупки — это, опять же, я здесь полностью согласен, дивиденды и темпы роста. Надо иметь в виду, что среди наших радиослушателей большинство все-таки не могут себе позволить, даже если они найдут западные компании с этими замечательными коэффициентами. И нам приходится выбирать для наших клиентов вот эти самые первые на российском рынке. И, в общем-то, мы пытаемся их находить, слава богу. И ровно поэтому мы говорим о индивидуальных историях роста на следующий год. Это «Эрофлот», это «ЛСР», ряд других компаний. Я понял. Я понял. Хорошо. Смотрите, у нас осталось 3 минутки и потом еще одна, естественно, часть. Я хотел бы поговорить с вами еще о рынке валютном, в частности, о перспективах рубля. И, если не возражаете, о рынке драгоценных металлов. Рубль будет деревенеть. Нет, ну здесь, на самом деле, противоречивая ситуация. Я вот сегодня шел когда на передачу. Если вспомнить тучные годы, когда наши фондовые индексы хорошо росли, то, собственно, рубль укрепился, и никакой девальвации даже не пахло. Вот. Вроде бы мы сейчас не ожидаем, да, как-то такого существенного повышения по индексу. Скорее всего, будет, наверное, плавно девальвация, опять в угоду экспортерам. Насколько вот она будет плавной, это вопрос. То есть я, например, как-то не жду, с этой точки зрения, не жду укрепления вот нашей национальной валюты. А если вдруг по какой-либо причине все будет очень хорошо, и фондовые наши индексы будут роллировать, может быть, да, может быть, будет укрепление. Потому что тогда будут вылезать из долларов, которые так или иначе накупили. Дело даже не в том, что там приток какой-то. И приток, конечно, пойдет. Но в основном, как всегда, спекулятивно, залезли в доллары, когда все боятся и так далее. И будут эти доллары распродавать. Это будет видно. Ну и может быть еще какой-то приток. И вот будет давление тогда на доллар, и тогда будет укрепление валюты. А так пока что... Ну, опять, смотри, тогда, если вдруг что-то произойдет. Ну, как базовый сценарий, я бы не стал особо уповать на укрепление рубля к доллару. Опять же, укрепление рубля должны быть какие-то серьезные драйверы. Если мы говорим о, скажем, квартальной динамике. Первый квартал традиционно для рубля достаточно сильный месяц. И в рубле есть так называемая сезональность. Поэтому по итогам первого квартала мы ожидаем небольшого укрепления рубля. Но по итогам года умеренное ослабление рубля – это тот тренд, который мы увидим в 2014-м. На конец года рубль-доллар 35 – это вполне уровень, к которому все должны приготовиться. Я понял. Ну, кстати, по поводу того, что драйверов для укрепления рубля, высокая нефть уже на рубль. Это на самом деле очень интересный вопрос. Достоин отдельной передачи. Вот ей-богу. Не потому, что мы там умные или не умные. Действительно, очень интересно. Ну, давай, отдельной передачи у нас уже, я боюсь, не будет. У нас будет 10 минут. Леш, извини. Сейчас мы прервемся. Новости. А потом продолжим. Ну, что ж, друзья. Последняя часть эфира. Я все-таки не могу отвести свой взгляд. Восхищу. 38,90 уже евро-доллар сделал. Сегодня 200 пунктов он прошел. На чем сегодня? Событий-то никаких нет. Ни статистики, ничего. Думаю, что вечером аналитики напишут. А ты, кстати, к аналитикам не причисляешься? Нет, но я все-таки торгующий, действующий третий. Нет, если серьезно, мне ничего не приходит в голову. Просто получили последнее подтверждение того, что в Штатах действительно ставку повышать пока не собираются. Потому что еще буквально полгода назад были разговоры о том, что может быть уже в начале 2014 года так все пойдет. Но пока нет. Поэтому, наверное, здесь евро укрепляется. Плюс статистика у них неплохая. Ладно, сейчас мы к этому тоже придем. Я, извините, еще раз напомню. Значит, сегодня пятница по двойной финансовой недели. Владислав Митнев и Алексей Труняев в студии. Телефон 651099,6. Ну, в общем, все это вы знаете. Не будем тратить время. К рублю вернемся. Что-то ты хотел уточнить? Я хотел про Китай сказать. Про Китай. Хорошо. Значит, на самом деле... К китайскому рублю вернемся. Я с точки зрения именно технического анализа. Значит, к сожалению, пока что китайский индекс Шанхай Композит, он борется и не особо успешно со своим двухлетним понижательным трендом. Вот российский МВБ, он, так сказать, немытьем хоть катанем, хоть боковым движением вышел из этого понижательного тренда. Китайский пока нет. Поэтому, с одной стороны, можно ожидать каких-то действий от правительства Китая, от банка Китая. А с другой стороны, возможно, мы очень любим говорить, и часто в утреннем эфире тоже аналитики-потребители говорят, вот там, типа, если в Китае, значит, российские отрасли. Вот там пока не все так однозначно. И мы можем, на самом деле, вот именно оттуда, с китайского рынка, каких-то особо позитивных сигналов не дождаться в первом квартале. Придется нам больше уповать, действительно, на как-то Штаты, Америку, просто на, так сказать, не знаю. А с другой стороны, если в Китае будет все не очень хорошо, то и цены на сырье тоже, наверное, как-то лихорадить. Поэтому здесь нужно проявлять определенную осторожность. Для цены на сырье вообще нет поддержки никакой, ниоткуда, я так понимаю. Ну, там просто настолько уже спекулятивные составляющие большие, то есть они не отражают уже, действительно, реального спроса и предложения. Поэтому сложнее их анализировать, и корреляция их с реальным, так сказать, спросом реальной экономики, она не такая большая, как нам бы хотелось. Уже вот буквально пару аналитиков я читал за последние 2-3 месяца, говорят, предупреждающих о том, что в Китае может какой-то кризис определенный. Поэтому очень внимательно следим за Китаем, да, можем оттуда дождаться не совсем того, чего бы нам хотелось. Просто хотел предупредить, сам тоже на них посматриваю. Ну, я понял. Владислав, да. Это не очень важных мер, шагов, которые можно предпринять для того, чтобы ситуацию успокоить. Поэтому денег бросить побольше. Ну, и опять же, как бы Китай, так же, как и Россия, если смотреть на потребительский сектор, на сектор IT-компаний, там рост происходит, он продолжается, и он очень-очень неплохой. Поэтому, да, мы не говорим об инвестициях, о привлекательности китайских банков и металлургических компаний. Но все, что касается потребительского сектора, результаты там очень неплохие. Вот. Я понял. Кстати, по поводу соседа, да, недалекого китайского, я имею в виду, о Японии речь. О Японии речь. Какие перспективы? Ну, учитывая, что за последний год там, да, с небольшим, собственно, изменений в японской экономике, и уж я... Ну, вот я за Японией подробно не наблюдаю. Последнее, что я слышал про Японию, это такие вопли, так сказать, опять же... По поводу... От аналитиков по поводу того, что же сделали с облигационным рынком японским. То есть там всякими интервенциями, и привели его в такое состояние, когда он уже, собственно, не является рынком. То есть не рыночный рынок, фикс-тынком японский. Вот последнее, что я про них слышал. Поэтому, как говорится, за что купил, то и продаю. Владислав. Ну, Япония сейчас не является важным драйвером мировой экономики, и в целом фокус все-таки на Китае, на развитых рынках, прежде всего, Америка. И Япония сейчас имеет второстепенное значение. Ну, а ситуация в Европе, да, ты же об этом начал говорить как раз. Ситуация в Европе действительно явно улучшается, и что ждать от нее в 2014 году? Ну, она должна улучшиться именно в 2014 году, по крайней мере, по темпам роста ВВП. Экономика еврозона должна вернуться в позитивную территорию. Соответственно, потихоньку должны выправляться показатели по безработице, соответственно, да, это должно протягиваться. Только хотел сказать, наконец-то, потому что у них безработица не... Вот, должны повыситься расходы потребителей, соответственно, вот этот рост должен трансформироваться в рост чистой прибыли европейских компаний. Вот, пока это ожидания и в том числе и надежды, но факт есть факт, опять же, европейские акции имеют неплохие перспективы экономического роста. Сейчас, в этом году уступали по американскому рынку, поэтому на 2014 год мы ставим на такой уверенный рост европейских фондовых индексов. Угу, 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 я понял. Кто-то когда-то будет, когда будут присылать деньги для инвестирования в европейские индексы, может быть, кто-то ошибется и по ошибке не теряется. Занесет на Россию. Да, или, возможно, европейские компании, когда начнут инвестировать какие-то новые деньги в свое развитие, ведь многие из них имеют контракты с российскими компаниями. Каким-то образом так или иначе что-то... Ну, когда, по крайней мере, мы с вами активно обсуждали кризис в еврозоне, да, мы же непосредственно применяли его на себя. Я, на самом деле, если честно, можете в меня кидать гнилыми помидорами. Я вот не верю в то, что в Европе ситуация как-то очень... Улучшилась. Да, я в это не верю. Вот в Штаты я могу поверить, на самом деле. В Европу я не очень верю, но это мое личное мнение. Мне будет достаточно того, что если действительно так, пусть у них там хотя бы немного безработица снизится, и пусть хотя бы какие-то деньги опять же как-то попадут к нам. Через, может быть, развитие, через наших европейских партнеров. Вот мне этого будет вполне достаточно. Я понял. Я понял. Ну что ж, будем надеяться, что это случится. И, наверное, последняя тема, которую мы сможем обсудить сегодня. Рынок драгоценных металлов. Что происходит сейчас? Вот с золотом, с серебром вообще есть смысл вкладываться в долгосрочку, Леш? Ну, правда, я, честно говоря, вот золото, я уже... Сколько там идет вот текущий даунтренд, чтобы не соврать, уже, наверное, больше года он там идет. То есть, в принципе, ситуация... Ну, если с хаёв брать, то это было как раз лето, весна прошлого года. Да, да, да. То есть, почти год идет даунтренд, и, в общем, я, наверное, в этом никакой фантастики не нахожу, и никто не найдет, потому что деньги заходят в, так сказать, рискованные активы. Да, покупка, как я понимаю, национальными банками. То есть, Банк Китая покупал там что-то два года назад, все уже купили все, что хотели, да, тратили доллары, они уходили тогда от долларов, покупали золото, покупали нефть, создавали какие-то запасы. Все, уже никому не надо. Сейчас идет другая игра. Сейчас идет другая игра. Поэтому сейчас можно говорить, наверное, о тех технических целях. То есть, будет там показано, не знаю, там, тысяча сто или ниже по золоту, не будет показано. Вот и все. А потом, может быть, развернется. То есть, ну да, сейчас такая ситуация. Будет опять, если какая-то лихорадка начнется, когда серьезная коррекция на фондовых рынках, увидим, наверное, обратную ситуацию. Ну, золото защита все-таки от чего-то или уже нет? Да мне кажется, что такой же актив и такая же спекулятивная, конечно, составляющая. Нигде, я считаю так, никогда не надо расслабляться, работая ни с каким активом. Везде есть уровни поддержки, уровни сопротивления. Какая-то манна небесная, чтобы вечный там какой-то аптренд или вечный даунтренд для медведя. Не надо на это уповать. Не забываем никогда брать прибыль. Вот этот год наш дурацкий, когда индекс ничего сейчас не показывает, плюс 2%, то нас приучил к тому, что любые там 2-3-5%, на чем бы вы их ни сделали, играя вверх, играя вниз, на фьючерсах, на споте, берите, берите. Надо фиксироваться, да? Да. Потому что можно потом, а в ноль просто уйдет или даже какой-то... Есть другие стратегии, которые говорят о том, что фиксировать нужно 30%, правда, 30-процентный рост как минимум. То есть только для этого нужно находиться именно... Стратегии всякие есть, как наши говорят, ты мне покажи деньги, которые, так сказать, стратегий много. Есть много черных ящиков, а есть реальные, так сказать, деньги заработанные. Владислав, по поводу золота, да? Ну, у меня негативный взгляд на золото, я не вижу факторов для роста. Золото было очень хорошей страховкой от девальвации валют, которая ожидалась там по итогам 2008, 2009, 2010 годов. Но на фоне сворачивания ФРС программы количественного смягчения золота как актив расти бесспорно не будет. Я думаю, что по золоту можно было бы ожидать какой-то разворот вверх, не очень внушительный. Только в том случае, когда мы увидим рост инфляции в странах еврозоны и в Америке. А в ближайший год, по крайней мере, мы этого не увидим. Поэтому золото... Когда ставки там начнут поднимать, она может быть... Предпосылок для этого нет сейчас, по крайней мере, да? Не для роста инфляции, не тем более... Ну, к несчастью или к счастью, скорее к счастью, чем... Я думаю, что просто крупные игроки на фондовых рынках... Откуда счастье? Подожди, подожди, откуда счастье? Почему к счастью? Ну, если золото не растет, то, говорит, что есть хорошие возможности на рынках акций. А, понятно. Да, вот крупные игроки на американском и европейских рынках еще не устали зарабатывать на аптренде. Да, да, да. Запихивая... Не устали покупать еще. Позрачным инвесторам те бумаги, которые они купили на 20-25% дешевле. Когда все запихнут, будет коррекция. Я понял. Ну что ж, спасибо. Спасибо, все, время закончилось. Владислав Митнев, портфельный управляющий концерт General Invest. Алексей Труняев, замначалик управления ценных бумаг в Лайкапитал про Бизнес Банк. Сегодня в сухом остатке. Спасибо вам, друзья. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Хороших выходных. Удачи. Успехов на рынке. С наступающим. Спасибо. Всего доброго, да. Субтитры сделал DimaTorzok